Здравствуйте, уважаемые зрители! Я иду по улице в маске, направляюсь по необходимым делам и расскажу вам хронику текущих событий в Барселоне. По-прежнему положено ходить всем в масках. За отсутствие ее полагается штраф в размере 100 евро. Но это еще не все. С понедельника предполагается закрыть Барселону, во всяком случае, точно. На счет остальных мест не могу сказать определенно. Предполагается снова закрыть на карантин. То есть мы знаем и помним, как было в марте и в апреле. Примерно так же и будет. На какой срок, я точно не знаю. Я опираюсь на слова человека, который работает в больнице. Там регулярно проводятся совещания на соответствующую тему. И даются как указания, касающиеся работников данной больницы, так и сведения, касающиеся жизни города. Я посмотрела в новостях в «Авангарде» и «Барселона сегодня». И там не очень точно об этом сказано. Но сказано, что возросло количество заболевших, во всяком случае, в Каталонии и Барселоне. Поэтому такой карантин будет. Но что именно будет закрыто, я тоже не могу точно сказать. Не нашла сведений. Скорее всего, может быть, что-то да будет открыто. Но с большой долей вероятности можно уже говорить о том, что будет как весной. Только магазины, только аптеки, лечебные учреждения работать будут по особому режиму. И всё. Так что, вот вам и лето. И насчёт пляжа, конечно, можно будет и не заикаться. Вот. Если даже есть люди, которые внутри Испании, в принципе, можно было уже перемещаться из провинции в провинцию. Только соблюдать масочный режим в обязательном порядке. В гостинице там тоже соблюдать особый порядок. И, наверное, им придётся этим людям отбыть обратно из Барселоны. Потому что смысла в ней пребывать никакого нет. Но это ещё хорошо, что они, как говорится, внутри государства, да, с какого-то региона прибыли. Это ещё полбеды. Я представляю, если бы прибыли из-за границы. Столько потратить денег, и всё впустую. Ну, посмотрим, что будет. А пока что я иду по своим делам и вам походно показываю улицы города, как вы меня и просили. На пляже я сегодня утром не была. Меня моя птичка не пустила. В прямом смысле прилипла ко мне. Не в смысле в прямом смысле прилипла. Как будто бы её приклеили. А она... Ой, у меня сегодня язык заплетается что-то. Сегодня среди ночи пришлось проснуться. Теперь мысли формулирую нечётко. В общем, птичка была против моего похода на пляж. Поэтому утром я не пошла. Но вот сейчас иду по делам. Увижу с ней позже. Так, если сейчас что-то на пути я увижу достойное вашего внимания, как мне покажется, я включусь. Да, рассказываю дальше. Сейчас проходила мимо станции метро. Там, конечно, в первую очередь возникает светящееся табло возле входа на тему, что маски необходимы в обязательном порядке, если вы пользуетесь транспортом общественным. Но это ещё не всё. Что... В общем, расписание поездов может меняться. Всё это... Так, придётся мне перейти дальше, там, где нет этого шума, и продолжить. Так, ну, в общем, я отошла дальше, чтобы вам было слышно, о чём я говорю. Я собиралась в субботу поехать на Монсеррат, посмотреть, как оно там. Потому что прочитала в интернете, люди ездили. Правда, на личном автотранспорте туда. Вот видите, в банк очередь на улице стоит. В общем, и там человек писал, что сама церковь работает, лес и природа тоже работают. Кое-что закрыто, да. Так что, ну, видимо, не получится. Потому что, вот, я зашла на сайт, как раз, и Ферро Карель, вот, в железной дороге, посмотрела, там, расписание этого года. Да, оно есть, но написано, что узнавайте на месте, возможны изменения. Это раз, второе. Канатка. Вроде написано тоже, что работает. Но проблема в том, что я показывала это в своих видео, там, когда приезжаешь на поезде на станцию, откуда идет канатка, ну, и откуда идет там следующая остановка, это Кримаера, зубчатые рельсы, поезд специальный наверх. В общем, вопрос, будут ли они открыты. А там, на этих станциях, сходить больше некуда. Там все зажато между горами, и пятачок небольшой. И вот я ищу более точную информацию, работает или нет это место. Хотя, теперь, можно даже и не думать на эту тему, наверное, потому что, раз закрывают с понедельника на карантин, скорее всего, что в субботу тоже с этим будет большая проблема. Ну, в общем, я постараюсь уточнить, потому что кое-что уже сейчас закрылось, какие-то учреждения. А что будет дальше? Вот, например, вот, допустим, закрытое, а уже время достаточное. А это контора по выдаче медицинских сертификатов для разных прав. Вот там оружие, права и так далее. Видите, закрыто, среди дня. В принципе, сейчас рабочий день. Ну, вот, пока что всё работает в магазине. А как вы помните, в марте-апреле всё было, кроме продуктовых, закрыто. Вот я вхожу в промотоварный отдел Алькампо, то бишь Ашан. Это в здешнем переводе, а потом в продуктовый. Что-то будет интересно, я вам покажу.